SCP-2480. Незавершённый ритуал. Объект номер SCP-2480. Класс объекта безопасный. Кетер. Предположительно нейтрализованный. Особые условия содержания. Вблизи усадьбы Ботхилл местоположение аномалии SCP-2480. Построена пространственная исследовательская зона. 13. Проникновение гражданских лиц на территории помещения Ботхилл следует пресекать российскими метками. По желанию, полевые агенты могут воспользоваться амнезиаками класса А, Б и С. Сотрудники фонда были включены в состав общины окружающей SCP-2480, так как изоляция или перемещение населения расценены как невыполнимые. Считаясь наилучшим источником информации касательно аномалии SCP-2480, любые слухи, сообщения или заявления об аномальной природе должны быть расследованы на месте. Мобильная оперативная группа Эпсилон-6, деревенские дураки, проникла в сообщество и впредь обязана сохранять бдительность относительно любых проявлений аномалий. Мобильная оперативная группа Пси-9, глядящая в бездну, должна оставаться наготове на случай событий эманации. Применение силы санкционировано и аномальные проявления следует уничтожать неукоснительно. Описание. SCP-2480 предположительно является пространственной аномалией, расположенной в Психу Массачуссу с прибрежным окруженным лесом городке, население которого чуть более 12-ти 9-ти тысяч человек. Именно подтвержденным данным SCP-2480 был намеренный службом, когда агенты глобальной оккультной кориции прервали ритуал 28 ноября 1952 года, так как истинная цель ритуала на сегодняшний день остается неизвестной. Фондом считается, что аномалия возникла в результат неадекватного и жесткого подхода сотрудников города. SCP-2480, по-видимому, сосредоточена вокруг поместья Ботфилл, бывшего жилища недавно скончавшегося Корнелиуса П. Ботфилла III, рожденного в 1866, умершего в 1952, промышленного миллионера, серьезно увлекающегося оккультизмом. До самой смерти Ботфилл был лидером тайного общества, известного как «Пробуждение святилища». Снятые с наблюдения в 1932 году, как упадническое сообщество высшего света, они не считались располагающими аномальным потенциалом до инцидента 28 ноября 1952 года. Вследствие полного провала их миссии не было выживших агентов ГОК, доступных для должного опроса. Однако, впоследствии на конспиративной квартире ГОК были найдены документы. По-видимому, ГОК пыталась уничтожить эти документы перед миссией. В глубине камина, рядом со значительным количеством пепла, был обнаружен разорванный доклад. Нижняя половина отсутствует, с прикрепленной скрепкой фотографией. Считается, что все прочие документы были сожжены. Код угрозы. ИУС-0452. Черный, великий корцист Ион. Санкционированный уровень контрмер-4. Серьезная угроза, ожидается ликвидация. ИУС-0452 черный, далее именуемый субъектом. Является гуманоидной сущностью, внешность которого непостоянна. Чаще всего субъект облачен в одеянии священника и имеет при себе посох. Субъект способен исчезать и появляться по своему желанию. Формировать и манипулировать органическим материалом, изменять реальность. Смотрите документ 37В. И предположительно является биологически бессмертным. Несмотря на то, что субъект классифицирован как гуманоид, он не считается человеком. И до сих пор не ясно, был ли он когда-нибудь. Психологический портрет указывает на злокачественный нарциссизм и манию величия. Предполагается, что субъект содействовал созданию культра Саркик по всему миру. Смотрите о саркицизме для дополнительной информации. Сейчас предполагается. Подтверждено, что агенты ГОК намеревались уничтожить ЛПИ-93. Можно заключить, что ГОК не добились своей изначальной цели, так как ЛПИ-93 не был обнаружен среди трупов. О SCP-2480 фонду стало известно после перехвата и расшифровки аварийной радиопередачи ГОК, передававшей сигнал о срочном вызове следственной группы. По всему поместью было найдено в общей сложности 36 трупов. У всех агентов, кроме пяти, были констатированы аномальные причины смерти, такие как сдавливание, дезинтеграция и летальная перестройка тела. Для пяти из восьми агентов ГОК причиной смерти стали пулевые раны, нанесенные самим себе. Предполагается, что SCP-2480 представляет из себя пространственную аномалию, которую невозможно воспринять напрямую. Этот эффект восприятия появляется таким образом, что обнаружить его возможно только посредством принятия химикалий, изменяющих восприятие. И, или, прямым и длительным наблюдением его влияния на местную реальность. Измененные реальности были малозаметны и ограничивались поместьем Ботфилла, проявляясь в виде невозможных внутренних пространств. Пространство внутри больше, чем экстремент, а опыта полагает. Их пыль в архитектуру и дополнительные комнаты и регионы, прежде не существовавших. SCP-2480 консенсирован как безопасность. Приложение. Расследование произошедшего в поместье Ботфилл обнаружило спорные и противоречивые свидетельства, относящиеся к Корнелиусу П. Ботфиллу III, и организации, известной как Пробуждение святилища. Согласно нескольким скрупулезно сведенным журналам, Ботфилл и его последователи часто проводили оргии, которые включали в себя изнасилование, педофилию, ритуальные жертвоприношения и каннибализм. В журналах было обнаружено несколько записей проповедей и списков гостей, имена в которых принадлежали людям из влиятельных семей, уважаемым политикам, лидерам отраслей, и даже религиозным авторитетам. Среди вещей Ботфилла был написан от руки фолиан с религиозными писаниями. В его журналах на эту книгу зачастую ссылались, называя «Великсзарон». Устройство письменности в ней еще предстоит расшифровать. В главном зале расположена мраморная статуя, изображающая сущность с головой льва и червеобразным телом. Впоследствии эта статуя была исследована доктором Джудит Лоу, старшим советником в отделе истории «Анализ угроз от религиозных СО», и оказалась изображением Демиурга среди определенных гностических сект. Демиург, известный как Ялдавауф, Саклас или Самоэль, в исторических записях не фигурировал как объект почитания и, по-видимому, является таковым для пробуждения святилища. В основании статуи на греческом высечено. Вожделение есть мера всем вещам. Освободись от оков морали. Поступай, как изволишь, с теми, с кем изволишь. В середине 1988-го Саймон Освальд, директор Зоны 13, не отправил ежеполугодный доклад о состоянии SCP-2480, который не проявлял каких-либо изменений с момента постановки на содержание. Фонд, будучи в уверенности, что это лишь бюрократическая ошибка, попытался связаться с Зоной 13 напрямую, но безрезультатно. Сначала для расследования были посланы агент Самуэль Ро и агент Сара Валентайн, но ни один из них с тех пор не вышел на контакт, и их судьбы до сих пор неизвестны. Мобильная оперативная группа Эпсилон-6 «Деревенские дураки» была переброшена с целью восстановления контакта Зоны 13 и должной охраны SCP-2480. Члены МОК и Псилон-6 смогли успешно внедриться в сообщество под видом новых жильцов и туристов. Разведывательные операции МОК и Псилон-6. Излишняя информация удалена в угоду лаконичности. Оставлены записи, касающиеся аномалии SCP-2480. Журнал миссии «Агент Марион Гольдштейн. День 6». Прозвучит как клише, но я начинаю замечать определенную неправильность в этом месте. Это не что-то, на что я бы мог указать конкретно. В ином месте я бы, наверное, отбросил эту мысль сразу же. Прошлую ночь я увидел, как мужчина постригал свою лужайку в полночь. Странное поведение, но не аномалия сама по себе. Может, просто эксцентрик. Сегодня утром я заметил мужчину, пялившегося на меня в рыбном магазине. Его глаза ни разу не моргнули. И запах. Ни рыбы, ни моря. Незаметный, но все-таки острый. Журнал миссии «Агент Адам Грейсон. День 11». В этом отеле мне очень неудобно. Постоянно слышишь, как люди бегают туда-сюда всю ночь. Нормально не выспаться. Приходится постоянно глядеть в дверной глазок. Прошлой ночью я решил проверить его в последний раз. Перед тем, как пойти спать. Увидел лицо. Не знаю, мужское или женское. Но как только я посмотрел, они начали биться головой о дверь. Снова и снова, снова и снова. Они все никак не прекратят. Журнал миссии «Агент Эмма Лайтбэддит. День 16». Не знаю, чего ждет командование. Нашей целью является усадьба Ботфилл. Но пока они воздерживаются от действий. Возможно, знают что-то, чего не знаем мы. Его несло виски. Но его тон был искренним. Он спросил, не федерал ли я. Соврала, сказала, что да. И смогла получить кое-какую информацию. Поговорили о монстрах в тумане, кричащих о своих секретах. Так он сказал. Без понятия, что он под этим имел в виду. Сказал, что все так было более 40 лет. Его нашли мертвым на следующий день. Местные говорят, что он утонул. Этот городок полон лжецов. Журнал миссии «Агент Фрэнк Джузеппо. День 20». Туман здесь густой. Постоянно дожди. Даже деревья какие-то грустные. Будто они заостряли в осень или типа того. Слишком много серого. Недостаточно зеленого. Местные не особо разговорчивые. Похоже, держат все в себе. Что странно для места, в котором люди должны отдыхать. Большинство как будто вообще не улыбаются и выглядят чертовски усталым. Некоторые даже болезненно. Сегодня впервые наткнулся на что-то странное. Увидел нескольких ребятишек, толпившихся на улице на закате. Подумал, что они играли. Но как только они меня заметили, они разошлись. Оставив то, что занимало их внимание. Это была мертвая собака. Выглядела как черный лаборатор на самом деле. Когда я был мальчиком, у меня был такой. И увидев его вплотную, я растрогался. Ударила в слабое место, наверное. Я видел достаточно человеческих трупов. Никогда ничего не чувствовал. Странное было не в этом. Одно дело, если бы они тыкали в нее палкой. Я имею ввиду, детям бывает любопытно и все такое, но нет. Тут было по-другому. Несчастная тварь была освежевана. И вся в следах укусов. Из нее были выдраны здоровые куски. Эти детишки устроили здесь себе гребанный полдник. Журнал миссии агент Эмма Лайт будет день 30. Джузепп и я решили сходить на разведку. Уйма заброшенных зданий на выбор. Решили посмотреть двухэтажный дом на прибрежной территории. Интерьер оказался не совсем таким, как мы ожидали. Изнутри все было покрыто бессмысленными надписями и символами. Странно, но не аномальным. Другая примечательная деталь обнаружилась в гостиной. Там стоял один из этих крошечных телевизоров, какие можно было увидеть в 50-х или 60-х. А еще было четыре подноса с полуфабрикатами, до сих пор стоявшие с едой в них, сгнившие до неузнаваемости. Что за семья покидает свой дом со всем имуществом посреди обеда? Показалось, что мы заметили чей-то силуэт. Погнались за ним наверх, но никого не нашли. Джузепп посчитает, что мы гнались за собственной тенью. Может быть он прав. Мы посмотрим еще место завтра. Может раздобудем настоящую аномалию. Журнал миссии агент Рис Майндрант. День 37. Семь дней. Семь дней нет весточки от Джузепп. Лайтбеди сказала, что у них был план встретиться на старой мельнице. Но он так и не появился. Прочесали его жилище и обнаружили кое-что любопытное. Все двери были закрыты. Окна тоже. ДНК и отпечатки пальцев, найденные на месте, совпали с Джузеппо. Телевизор был оставлен включенным. Зацепиться было не за что. Он будто перестал существовать. Журнал миссии. Агент Гарольд Мейдсон. День 39. Остальные недооценивают роль забегаловок в этом городе. Некоторые думают, что нельзя верить, что пьяница может поделиться достоверными сведениями. Но они ошибаются. Но выпивохи здесь, похоже, единственные честные ребята и просто изливаются информацией. Склеил местную милашку. Развязал ей язык несколькими стаканами. Ничего не получил, по крайней мере, в плане информации. Поговорил со старым рыбаком. Похоже, что он пережил тяжелые времена. Часто сбивался, начинал хныкать о своих потерянных родных. Сказал, что Ботфилл забрал двух его сестер и брата. Поспрашивал его еще, но так и не добился ответа. Имел ли он в виду усадьбу или самого мертвого миллионера? Наверное, он был достаточно стар для последнего. Видел досье на него в брифинге миссии. Ботфилл был больным и ебком. Сомневаюсь также, что весь культ помер вместе с ним. К концу мужик начал бредить. Сказал, что в городе дыра в форме бога. Я не смог заставить его разъяснить. Журнал миссии. Агент Мирон Гольштейн. День 40. Агент Грейсон мертв. Не могу сказать точно, что я увидел, но для меня это было достаточно, чтобы понять, что он не выжил. Мы немного выпивали в доках. Сравнивали записи. Он сказал, что чувствовал, что его преследуют. Сказал ему, что мы все чувствуем нечто подобное. Все подергивались. Все случилось так быстро. Я почувствовал, как волосы на шее у меня стали дыбом. Воздух запах бурей. Решил, что это начинается шторм. Я увидел, как глаза Грейсона широко раскрылись, и в тот же момент он превратился в фарш. Пораженный невидимой силой. Так я и сидел покрытой кровью и желчью. Маленькие куски Грейсона раскидала в гавань. Все это время я чувствовал присутствие. Чем бы оно ни было, я думаю, оно хотело, чтобы я знал, как легко ему будет сделать то же самое и со мной. Я не знаю, почему оно пощадило меня. Толпа наблюдала издали. Некоторые скривили губы в деланной улыбке, но большинство отвернулось. Пригнули головы и вернулись к своим каждодневным занятиям. Хотелось бы мне просто сравнить с землей это место и покончить с этим. Экспериментальное исследование. Заявление доктора Каликска-Новарос. Наблюдение за... выявило потенциально важные особенности в их числе. Завышенное деторождение. Средняя семья в... насчитывает 12 детей. Число, не подтвержденное данными переписи. Примерно 80% родившихся за последние 30 лет детей не имеют свидетельства рождения или номера социального страхования. Расследования на месте не выявили причины этого. Я предполагаю религиозное обоснование, схожее с присутствующими в сообществе. Фундаменталистских христиан в Куирфу. Евангелистическое протестантское движение, которое поддерживает деторождение, основываясь в основном на бытие 1.28, которое гласит, что «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Нарушение когнитивных функций. Многие жители обнаружили сложности с удержанием воспоминаний и субсидио-нормальный бред, умственное утомление, нередки слабые галлюцинации, злоупотребление наркотиками. Сообщество, судя по всему, потребляет на 200% больше алкоголя среднего показателя по штату. Использование галлюциногенов, по-видимому, не имеет места. Исчезновение. Число исчезновений в окрестностях п***а самое высокое по штату. Вина за это была возложена на географические особенности местности, такие как густой лес и заболоченность, местными, региональными и федеральными правоохранительными структурами. По неподтвержденной информации, число пропавших намного выше, включая незарегистрированные исчезновения бездомных и местных жителей. Подозрительные смерти. Многие несчастные случаи смерти предполагают наличие преступлений и, возможно, аномальные причины гибели. Все такие смерти были зарегистрированы как несчастные случаи либо суициды, даже когда органам правопорядка были предоставлены противоречивые показания. В примерах, была найдена женщина, буквально вывернутая наизнанку. Полиция заключила, что ущерб был нанесен ею самой, хотя это невозможно. Апатия. В городе появилось необычное недомогание, бесспорно имеющее место быть в свете вышеобозначенных ненормальностей. Исходя из собственного опыта с SCP и SCP, я предполагаю, что мы имеем дело с аномалией, действующей вне области наших чувств, как и нашей технологии, и способной к созданию фоксимильных копий оригинальной реальности, незримых, но не вполне осязаемых. Запрашиваю, доступ к предыдущие эксперименты с человеческим восприятием выявили положительные результаты при использовании. Форма заявки была заполнена и ожидает должного санкционирования. Чтобы лучше пояснить рассуждение, на котором основан мой запрос. В 1976 году меня послали исследовать Бразилию. Поселение, демонстрировавшее ненормальность сродни тем, что связано с SCP-2480. В итоге я пошел на контакт с местными племенами в южной части бразильских лесов Амазонии. Люди, не затронутые аномалии, но весьма неосведомленные. Познакомившись с их шаманом, я узнал о существовании аберраций, скрытых от взгляда смертного. У племени было много слов для этих сущностей, но чаще всего встречалось то, которое можно перевести как «стоящие там, где никто», и ассоциировалось с состоянием, известным как «болезнь души». Рассматривались они как далекие от духов их спиритических традиций, в качестве так называемой «живой раны» на теле природы, которую принесли на их землю колонисты. Их шаман показал мне «ЙОПО». Этноген, используемый в церемониях исцеления, содержит химикат, усиливающий восприятие. И я ощутил мир так, как его видели они. Тогда я счел это лишь галлюцинации. Как правило, считается галлюциногеном с очевидностью. Это ложь. Как отмечено в моих экспериментах с SCP, это усилитель восприятия, позволяющий нам то, что эволюция странным образом до сих пор приспосабливалась затуманивать. При правильном применении должен помочь активировать эти обычно спящие уровни восприятия кому угодно. Проще говоря, он убирает наши фильтры восприятия, позволяя нам воспринимать реальность, какой она, вероятно, на самом деле является. Испытание «Дин». Я доктор Наварос. В 9.00 добираюсь до центра города с ингалятором с 60 мг и спрятанным радио, и видеопередатчиком, соединенными напрямую с моим ассистентом доктором Ву. Я намеревался потратить первый час на то, чтобы осмотреться, прежде чем принимать «Дин». Я вдыхаю «Дин». Примерно через минуту я начинаю ощущать покалывание и анимение по всему телу. Цвета стали более яркими, и вскоре желтый дым заволакивает город. Я вижу людей в темных рясах с капюшонами. Похоже, их одеяния сотканы из кое-как шитых шкур и кусков кожи. Я не вижу их лиц и чувствую инстинктивно, что не должно вглядываться в них. Большинство местных жителей оказались на удивление нормальными. Они держатся в стороне или отходят, когда к ним приближаются фигуры в капюшонах. Они никогда не смотрят в глаза. Об этом странном поведении мне сообщает Ву. Отмечаю, что местные, похоже, стараются обходить что-то незаметное. Я продолжаю разведку. Сейчас я вижу здание в разрушенном состоянии, покрытое пульсирующим несистым материалом. Ву заявляет, что для него они выглядят абсолютно нормально. Я вижу водосточную систему, в которой течёт чёрная жидкость и тянет с собой янтарное сияние. Ву ничего не видит. Церковь в центре города полностью заменена на чёрный зиккурат. Перед структурой ничком лежат сущности в капюшонах. Надо полагать, это содержит какой-то религиозный подтекст. Я вижу сущности в рясах вдали. Они ненормально высокие и держат на привязи несколько неизвестных существ. Я внимательно осматриваю привязи. Они составлены не иначе, как из кишок. У существ маленькие, не моргающие глаза. В их ртах видны несколько рядов иглоподобных зубов. Их плоть болезненно бледная, но маскулистая. Они иступлённо невнятно бормочат и двигаются с безумной скоростью. Ву говорит мне, что видит учителя с молодыми учениками, вероятно, на экскурсии. Я наблюдаю, как несколько созданий и нападают на одного из своих. Его размер даёт основание предполагать, что он является недоростком в стае. Они обдирают его кожу своими когтями и зубами. Тем временем оно бежит от боли. Ву заявляет, что видит, как несколько детей издеваются над другим. Я отвожу глаза, не будучи в силах больше смотреть. Я смотрю на небо и вижу высокие шпилин, набранные из хитиноподобного материала, возвышающиеся над городом. Я не понимаю их предназначения. Мне нужно доказательство того, что этот спрятанный мир реален. Мне нужно заполучить его, не привлекая к себе внимания. Я достаю из сумки бутылку воды и употребляю её, прежде чем вернуться к месту, где я видел странную жидкость. Присев, я заполняю пластиковый контейнер вязкой субстанцией. Другой мир начинает таять, я возвращаюсь к реальности. Эффекты при этом, видимо, прошли. Я смотрю на бутылку, моим глазам она кажется пустой, но я чувствую вес жидкости. Никогда прежде я не переживал ничего подобного. Помимо органических образований, я вспоминаю, что видел чёрные плакаты с жёлтым спиралеподобным символом. Я чувствовал, что мне уже доводилось видеть этот глиф раньше, но его значения или происхождение вышли из памяти. Лабораторные результаты. Материал стал видимым после выноса его из предполагаемой зоны влияния SP2480. Он чёрного цвета и отражает свет с янтарным блеском. Субстанция является жидкостью, хотя и в некоторой степени студенистой. Микроскопический анализ выявил органелло-подобные структуры, напоминающие свободную митохондрию в чрезвычайно вязкой сыворотке с высоким уровнем неидентифицированных жирных кислот. Исследования продолжаются. Испытание 2. Я, доктор Наварис, в сопровождении агента Лайтбеди и агента Голдштейна вхожу в дом до недавнего времени занимаемый агентом Джузеппо. Изначальное расследование не выявило улик, указывающих на произошедшее. Впрочем, предполагается насильственная смерть. Как и в предыдущем эксперименте, у меня есть видеопередачик, соединённый с моим помощником доктором Ву и 60 грамм для вдыхания. После осмотра здания я принимаю как и предполагалось, в течение примерно минуты я ощущаю покалывающее ощущение по всему телу. Теперь я ощущаю дом таким, каким он на самом деле является. Разлагающимся, покрытым экскрементами и кровью. Я чувствую её. Могу почувствовать вкус. Не представляется, что это всё равно, что укусить опухоль. Или лучше сказать, гнилую опухоль. Опухоль — это лишь плоть, в конце концов. В гостиной на стене прямо над диваном написано «Он мечтает о войне, светилище восстанет». Значение этих слов за грани моего понимания. Есть другие символы. Они из языков, которых я прежде не видел. Расшифровать их нельзя. Мы собираемся прочесать подвал. Это древний погреб. В дальнем конце его на стене нарисована большая спираль. Я чувствую необходимость обследовать её тщательнее. Когда я подхожу, стена исчезает, но символ остаётся, как будто нарисованный по пустому воздуху. Сводчатый проход образован спускающимися ступеньками. Как только я вхожу, ВУ сообщает мне, что я вошёл в стену и камера ослепла. Никакой стены нет, никогда не было. Только умная иллюзия. Агенты обеспокоены, они не видят проход. Я говорю им закрыть свои глаза и войти так же, как и я. Теперь все трое из нас находятся по другую сторону. Они тоже видят спускающиеся каменные ступеньки. Мы спускаемся и входим в тоннель во внутренности подвала под подвалом. Стены дышат жизнью. Пористые они истекают соковым веществом. Контакт с ВУ потерян, наше устройство GPS не работает. Лайтбеди смотрит на свой компас. Указатель вертится и кружится. Тоннель разделяется, отвезляясь во многих направлениях. Я выбираю путь слева от себя. Мы идем еще несколько минут, прежде чем подойти к сгнившей деревянной двери. Я спрашиваю агенты, видят ли они ее тоже. Они видят. Мы открываем дверь и входим, только чтобы выйти из старой лачуги, очевидно, крайне аскетичного вида. GPS показывает, что мы на противоположном крае города. Контакт с доктором ВУ восстановлен, мы оказываемся в каком-то поле. Желтый туман заволакивает ландшафт. Доктор ВУ и агенты описывают местность, как по всей вероятности, заброшенный приусадебный участок. GPS указывает на то, что мы недалеко от поместья Ботфилл. Я вдыхаю еще 60 миллиграмм. Замечание, исследую способ продлить эффект. И прошу агента Голштейна принять лидерство. Я ощущаю ужас, но всячески стараюсь не подавать виду. Слышу тяжелое дыхание, еще более тяжелые шаги. Остальные ничего не слышат. Вообще ничего. В силу обстоятельств все записи сделаны в ретроспективе. Голштейн, к сожалению, не увидел угрозу, а я был слишком медлительным, чтобы отреагировать. Я скорблю его смерти. Но должен описать столкновение как можно подробнее. Я увидел силуэт крупного гуманоида около 4 метров по саду, когда он, ковыляя, вышел из дома. Мне хотелось закричать, но я попытался сохранять спокойствие, чтобы собрать как можно больше данных. Физическое описание. Его плоть была бледной и дряблой. Большую часть лица занимал большой, заполненный зубами рот. У сущности нет видимых глаз, ушей или ноздрей. Его зубы и трехпалые руки покрыты пятнами из, по-видимому, наливших внутренностей. С того времени сущность классифицирована как обращик SCP-2408-2, неофициально поименованных среди МОК как Бегемот. Сущность бросилась на нас в припрыжку, как огромная горилла. Я сказал остальным, что лучше всего будет, если мы отступим. Но для агента Гольштейна было уже поздно. Сущность подняла его одной рукой и укусила его за туловище, при этом споров живот. Мы петляем по полю, не в силах найти лачугу, из которой вышли. Я не был вооружен, но я один мог вести. Надо было снабдить ее. Оглядываясь назад, я очень жалею о том, что не сделал этого. Я чувствовал, как земля под моими ногами колыхнулась, а пусть и взгляд я увидел не грунт, но фрагментированную плоть, как при ихтиозе орликина. Кожное заболевание, характеризующееся утолщением кератинового слоя в коже человеческого плода. С каждым моим шагом кожа раскалывалась и истекала, истековые усы побегов. Встал моменты, классифицированные как образчики СП-2480-3 и неофициально известные среди бог как хвататели. Они ухватили агента лайтбадди за щей-клодкой и затянули в дыру, слишком маленькую для человека. Я слышу, как она кричит, а ее кости ломаются. Я побежал и ни разу не оглянулся. Я надеюсь, этих доказательств достаточно. Я не хочу возвращаться в это место. Доступ только персоналу четвертого уровня допуска или имеющего специальный допуск Ситра Ахра. Ориентация. На данный момент прогнозируется, что СП-2480 приведет к событию класса СК к 2030 году. Мы не позволим этому случиться. Наши предшественники винили глобальную оккультную коалицию. Мы полагали, как и всегда, что нам было виднее. Мы были выбраны, чтобы стать частью проекта Ситра Ахра. Добро пожаловать на невидимую войну. Другой мир истекает в наш. Захватническая колонизация нашей итерации реальности. Их солдаты не испытывают страха или боли. Они не знают ничего о смирении и пощаде. Они окружены сплетнями. Сплетнями, на которые я намерен обратить внимание. Что вы слышали? Правда. Генетический анализ врага привел к одному заключению. Преимущественно человек. Происходят ли они из иной итерации нашей реальности? Из прошлого или будущего? Мы не знаем. Они укрываются в фоксимиле исходной реальности. Они будут носить лица тех, кого вы любите, вынуждая вас убивать. Снова и снова. Тех самых людей, за жизнь которых вы сражаетесь. Каждое слово, которое вы слышали об этих отродях, по всей вероятности, эти операции можно уничтожить, несмотря на всякие вымыслы, утверждающие обратное. Не обманывайтесь. Мы не достигнем наших целей без значительных жертв. Вы увидите, как ваши друзья и товарищи умирают, сожранные бегемотами, разорванные криками трепачей, порванные на куски демонами. Несмотря на вашу значительную подготовку, процент выживания для оперативников МОК-ПС-9 колеблется около 55% за первый месяц несения службы. Это огромное улучшение по сравнению с изначальными показателями смертности. Плоть их оружия. Наши технологии, изобретательства и мудрость тех, кто пришел задолго до нас. Так мало было тех, чей взор заметил угрозу. Это наш мир, это наши люди. Мы можем жить ради себя сегодня или помочь защитить завтра ради всех остальных. Приложение 2480-1. Досье проекта Ситра Ахра «Водная документация». Проект Ситра Ахра был задуман фондом и глобальной оккультной коалицией с целью содержания и в конкретном счете нейтрализации угрозы, представленной СП-2480. МОК-ПСИ-9, глядящая в бездну, была сформирована как объединенная оперативная группа, набранная из персонала фонда и глобальной оккультной коалиции. МОК-ПСИ-9 является отрядом, эквивалентным по силе батальону, натренированном в нестандартных боевых действиях против вторгающегося противника, ведущихся с применением тяжелой артиллерии, усиленного восприятия и контр-оккультных стратегем КОС. МОК-ПСИ-6 продолжает работать над прикрытием в пораженных СП-2480 локациях, собирая данные, которые впоследствии могут применены в операциях МОК-ПСИ-9. Это оказалось эффективным, хотя и дорогим и крайне опасным методом предотвращения распространения СП-2480. Смотрите документ протокола контактов СП-2480-2 тире СП-2480-46 для дополнительных сведений. Используют оперативники МОК-ПСИ-9 способны воспринимать свои цели. После 12 лет тайных операций, проводимых преимущественно после заката и до восхода солнца с целью сохранения секретности. Неся тяжелые потери, МОК-ПСИ-9 смогли восстановить состояние усадьбы Ботфилл и Зон-13. Арест 2480-1 в прошлом директора зоны Саймона Освальда значительно уменьшил, потенциально нейтрализовал угрозы СП-2480, хотя до сих пор невидимые для обычного восприятия сущности СП-2480 стали неактивными, отказываясь кормиться или даже защищаться. На данный момент предполагается, что СП-2480-1 контролировал сущности СП-2480 посредством феромонов. Его удаление повлекло дезориентацию указанных сущностей. Несколько трупов было обнаружено прибитыми к внешним стенам Зоны-13. Оценочный возраст мертвых и стильно одетых на них униформ предполагает, что они погибли в начале 60-х. Физическое исследование СП-2480-1 выявило значительные мутации относительно обычных хомо-сапиенс. Была произведена вивисекция. Анестезия была введена, однако СП-2480-1 не проявлял никакой реакции, хотя также и не проявлял способности чувствовать боль. Замечено, что субъект лишен всех внутренних органов кроме мозга, легких и сердца. Мозг обнаружил примечательное отклонение, наиболее заметное на примере шишковидного тела, увеличенного в 7 раз по сравнению с нормальным. СП-2480-1 на данный момент заключен в вооруженной биологической зоне содержания 14. Приложение 2480-2 Допрос СП-2480-1 Опрашиваемый СП-2480-1 Опрашивающий Доктор Питер Хал Начало записи 14.13 Доктор Питер Хал Здравствуйте СП-2480-1 Надеюсь вам удобно СП-2480-1 Я бы предпочел чтобы вы обращались ко мне к Арцист Карвас Доктор Питер Хал Согласно протоколу СП-2480-1 перебивает КАС ВИТВАС Язык неизвестен Не разговаривай со мной по протоколу Я прекрасно знаю ваши правила Обозначить свои запросы нечистой Мне не интересны ваши фальшивые любезности Доктор Питер Хал Очень хорошо Хотя мы до сих пор не понимаем Как? Фонд полагает что понимает Почему вы замаскировали вторжение В чем смысл был позволять так многим жить в городе Не могли бы вы заменить их всех СП-2480-1 Всегда есть спрос на свежие материалы С чего бы фермеру убивать всех своих свиней Популяцию должно держать в живых и стимулировать их к размножению Никогда не истощайте нужный ресурс Доктор Питер Хал А что случилось с теми кто исчез СП-2480-1 Знаете свиньи умные животные Разумные и благородные Но свинина и вкусна Улыбается Доктор Питер Хал Я понимаю Продолжаем Как давно вы получили эти аномальные свойства Это было до или после принятия в вас фонд СП-2480-1 Это произошло вскоре после моего назначения в зону 13 Вскоре после этого я узнал о досье фонда на меня Тупица как оно меня описало Скучный бюрократ безызвестных семьи или друзей Идеально Как в нем заявлялась подходящая на роль директора в незначительной зоне 13 Доктор Питер Хал Этого даже близко не хватает чтобы оправдать ваши вероломные действия СП-2480-1 Вы имбецилы без воображения думали что это безопасный скрежущий смех Безопасный? Доктор Питер Хал Пожалуйста ответьте на вопрос касающийся вашей аномалии СП-2480-1 Это подарок от того кто видел весь мой потенциал кладя свою левую руку на живот говоря в почтительном тоне Кул Айн Нихт Сануак Будхас Доктор Питер Хал Я не понимаю говорите по-английски пожалуйста СП-2480-1 Асбейлик Тон предполагает сквернословие Ион наш бессмертный отец вырывающийся из цепей его божественная тень Великий корцист святилища Повелитель непредназначенного Древний жрец слепого бога Архонт Доктор Питер Хал Ион Все что мне было нужно пожалуйста не тратимое драгоценное время на нелепые титулы 2480-1 Лучше не перебивай Пронзительно взвизгивает Не подчинишься мне и я приколю тебя к стене с прочими язычниками святилища восстанет Доктор Питер Хал Успокойтесь ли вас принудят СП-2480-1 перебивает Я заставлю тебя потанцевать Марионетка ты из мяса Ты лишь посмешище для меня СП-2480-1 вырывается из фиксаторов самостоятельно ампутируя свои руки в процессе Сущность извивается на полу перемещаясь к пыльнепровиваемому стеклу Медицинский и охранный персонал одетый в защитные костюмы входит в блок содержания Субъекта заключают подстража вставляют ему кляп и обрабатывают его раны Приложение 2880-3 24-11-2014 Об аномалиях схожих с СП-2480 было сообщено из Румыния В настоящее время ведется расследование Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok